Пенсионерка из Екатеринбурга пытается найти применение мусору, который приносит с помоек во двор. Часть отходов попадает на детскую площадку, часть портится под окнами. Зловонным соседством остальные жильцы дома недовольны. Репортаж Валерии Васильевой. Здесь и различные тряпки, и ковры, и игрушки, и в общем все, что можно найти, так скажем, на помойках нашего города, собирается здесь, в нашем дворе. Гнилая картошка, рваные штаны и даже крупногабаритная мебель. Это лишь небольшая часть отходов, которые обычно хранятся в полисаднике под окнами дома на Восточный. Остальной хлам тайком от владельца сегодня успели вывести. Машину, видимо, специально поставили за домом, потому что она не увидела, она же дерется, матерится, дерется. Вычислить хозяина несанкционирования свалки оказалось несложно. К нему ведет мусорный след. Отходы тянутся прямо с улицы к этой квартире. Здесь-то и пытаются найти применение тухлому ресурсу. За дверьми, по словам жильцов пятиэтажки, не менее впечатляющие объемы хлама. Воротят нос от такого соседства даже в доме напротив. Там все вот так вот в квартире, до потолка навалено, тряпки, мешки, грязь вот эта вот, просто там пройти невозможно. Сейчас более-менее зима, а летом, когда этот запах шел в квартиру, ни окна открыть, ничего вообще было невозможно. Мы гуляем с детьми, она на площадку регулярно выбрасывает игрушки. Ну, наверное, она их с мусорки подбирает и приносит на площадку. Стараются выбрасывать уже какие-то вещи подальше, не на нашу мусорку, а куда-то в другое место носить, потому что наверняка они попадают сюда. В изобилии у пенсионерки не только отходы, но и кошки, говорят местные. Впрочем, сбежать из квартиры удается разве что тараканам. Они уже обосновались у соседей. Люди боятся, что фауны пятиэтажки разнообразят и крысы. Впрочем, сама хозяйка с обвинениями не согласна. Мусор, говорит, подкинули. Это мешки, там книжки кто-то летом положил, что-то. Вот сейчас отморозилось, пушарабонил, там отдиралось все, теперь убирать буду. То есть вы это все унесете? Естественно. Тут моего-то ничего и нет. Просто то бутылки поставят, то курицу, то хломет. Для чего это надо? Пристрастие к мусору, вспоминают дети-пенсионерки, развелось 15 лет назад, когда они еще жили вместе. Из-за хлама места для родственников не осталось, поэтому они были вынуждены съехать. Впрочем, надежду помочь матери не оставляют. Мы обращались к психиатрам, мы обращались в прокуратуру, мы сами ходили, обращались в администрацию. Маме жалко, на самом деле жалко. Хочется, чтобы мама жила в хороших условиях, чтобы она имела доступ даже к кровати. Эпидемиологи уверены, соседство с мусором недопустимо для нормальной жизни. Отходы могут воспламениться, ядовитые газы отравить. При длительном хранении от этих отходов мусора могут выделяться различные загрязняющие вещества. Кашель, чихание, раздражение слизистых, верхних дыхательных путей. В управляющей компании многострадального дома заявили, что о проблеме знают и мусор всеми силами пытаются вывозить. Даже с помощью специальной техники. Только вот он снова возвращается. Навести порядок, считают коммунальщики, по силам только самим жильцам. Поскольку данная ситуация нарушает права жителей, собственники вправе самостоятельно обратиться в судебные инстанции для разрешения возникшей спорной ситуации. Начать зачистку, говорят юристы, нужно с обращения в Роспотребнадзор и полицию. Так эпидемиологи смогут попасть в квартиру и зафиксировать нарушение. Только потом можно идти в суд. Уже существует определенная практика, когда пожилые люди в силу каких-то девиаций в поведении либо заводят много животных, чересчур много для городской квартиры, либо становятся барахольщиками, начиная тащить в свой дом самый различный мусор. Такие иски удовлетворяются и силами судебных приставов эта квартира может быть очищена от мусора. Впрочем, предлагают юристы, мусорный конфликт можно решить мирно. К примеру, подыскав пенсионерке другое жилье. Пока же новоселье намечается только у ее кошек. Их обещали забрать зоозащитники. Валерия Васильева и Алексей Голицын. События ОТВ.